Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем гонять четвертые свитки, сейчас мы находимся в Читинг-холле, и мы на пути к сдаче контракта гиндии бойцов. Ищем... Но спеши! Я могу передумать! Мы ищем Бурза Грукаша, так называемую главой местной гиндией. Привет! Попутно собираем мухоморчики, отравим кого-нибудь потом у них. Вот и гиндия бойцов. Так, наверху, наверное. Вопрос с доставкой оружия еще не решен? Оружие само себя туда не доставит. Да уже все. Вычистили шахту. Оружие доставлено, шахта зачищена, потерь нет. Это лучше, чем я от тебя ожидал. Вот твое вознаграждение и небольшая премия. Да я, честно говоря, само себя не ожидал этого. И тебе всего наилучшего. Ну вот если бы мы кого-то потеряли, то премии бы не было. Он бы не выдал. Так, пусти. Починим вещички. А еще нам следовало бы поспать, потому что у нас все параметры почти на нуле. Ну как, почти меньше половины. Так, ищем гильдию магов. А вот и она. Приветствую. Тебе не кажется, что с колодезной водой что-то не так? Она имеет странный вкус. Так. Приветствую. С кем поговорить, да? С тобой? Я Дицаан. Магиус. Гильдия магов. Да. Да-да, я знаю. Я хочу рекомендацию получить от вашего отделения. Боюсь, тебе придется говорить об этом с Фалкаром. Ага, ладно. Она очень скричива. Но я не хочу ее выслушивать. Где Фалкар? Приветствую. Может, на третьем этаже? Приветствую. Здорово. Да нет, здесь они тоже нет. Значит, в подвале, наверное. Как дела? Хорошо. Теня всякая. Так, вот, зельница. Но их только тоже украсть можно. Жалко. Два золотых. Тренировочная кукла. Одну мальчичка. И все. Ой, заперто. О, Фалкар. В чем дело, стажер? Только не говори мне, что тебе нужна рекомендация. А мне нужна рекомендация. Не трать мое время попусту. Так ты приступаешь к решению задачи? Иначе не получишь мою рекомендацию. Ну, да, давай. Хм, хорошо. Сейчас объясню. Имеется так называемое кольцо тяжелой ноши. Я экспериментировал с ним. Один тупой стажер наложил на него лапы и умудрился потерять его. Если бы я не был уверен в обратном, сказал бы, что он намеренно бросил его в колодец за зданием гильдии. Зачем он так сделал? Выше моего понимания. Достань оттуда это кольцо для меня. Если тебе это удастся, я подумаю насчет того, чтобы отправить рекомендацию в университет. Этот колодец закрыт, так что тебе понадобится ключ. Он есть у децан. Теперь вступай. Да-да. Я помню этот квест. Это необычное кольцо, понимаешь? Ты можешь обнаружить, что носить его совсем непросто. И не говори, что я не предупреждал тебя. Это как раз касается вопроса о вкусе колодезной воды. Иди, докучай кому-нибудь еще, хорошо? О котором говорила два мага, когда мы зашли. Здравствуй. Так, иди сам. Для меня радость говорить с тобой. Ух ты, как приятно. Так, мне надо по поводу рекомендации поговорить. Мы можем поговорить, пока Фалкар нас не слышит. Если бы я не была уверена в обратном, я бы сказала, что он пытается убить тебя. Он дал бедному Виткуну, это же задание. И больше мы его не видели. Я почти уверена, что здесь есть взаимосвязь, но я не могу доказать это. Поэтому будь на чеку. Мне бы не хотелось потерять еще одного стажера. Вот ключ и еще кое-что. Я не знаю, пригодится ли это тебе, но судя по тому, что я слышала о кольце Фалкара, это может оказаться полезным. И если тебе удастся узнать, что произошло с Виткуном, дай мне знать, хорошо? Ну, хорошо. Виткун? Он был стажером, как и ты. Звезд с неба не хватал, но очень старался. Он получил задание от Фалкара, а затем исчез. Как будто испарился. Никто не знает, что произошло, а Фалкар не хочет даже говорить об этом. Понятно. Бай. Странно что-то не перевели. Итак, чтобы добыть кольцо тяжелого, ношу для Фалкара, мне нужно спуститься в колодец за отделением Гимби и Чейдин Холли. Последний, кому давали такое задание, куда-то запропастился. Если я хочу знать подробности, нужно спросить дейцанта. Это я ее спросил. Все, отправляемся. Она мне дала заклинание плавучесть, но я не уверен, что смогу им пользоваться. С КСА из-за этого. Вообще могу. 21 секунду гышать под водой. Перышко. Ну, это мне не пригодится, перышко. Потому что я сделаю... Сейчас покажу, что я сделаю. Как и многие, наверное, делают, проходя это задание. Но, может, не все, конечно. Я сделаю вот так. Ну, вот так. Потому что купаться в тяжелых доспехах как-то не очень. Так, главное, чтобы никто все это добро мое не спер. Сохраняемся и плывем. Так, корешок. Ну, а вот и наш видку. Забираем пять золотых и берем кольцо-тяжелый нож, которое весит черти сколько. Нас как раз хватает веса, и мы сможем выплыть обратно нормально. Мне удалось найти кольцо-тяжелый нож, и следует отнести его по алтару. Так, оп. Я бы, конечно, не хотел обижать покойного. О покойниках либо хорошо, либо ничего, но он действительно какой-то глупый был. Алтар сказал тупой, но он глуповат, по-моему. Нельзя было просто бросить кольцо там и выплыть. Ну, ладно. Так. Шмотки я пока оставлю. Схожу, отдам кольцо. Я не помню, по-моему, не отдам, а что-то там случится сейчас. О, привет. Привет. Боюсь, в твое отсутствие, стажер, произошли не самые приятные вещи. Ну да, вот. Это может коснуться вопроса о твоей рекомендации. Так, кольцо тяжелой ножом. Брось его где-нибудь еще. Я не думаю, что оно действительно было ему нужно. Думаю, это была просто дурацкая шутка с его стороны. Угу. Шутка. Так, рекомендация. А, давайте сначала скажем, что постигла Витку, но какая судьба. Он мертв? Ох, я знала это. Я знала, что нечто подобное обязательно произойдет. Фалкар, должно быть, все знал и ничего не сказал. Как он мог допустить, чтобы это случилось? Спасибо за известие. И извини, что тебе участвовать во всем этом. Пришлось. Так, рекомендации. Я признаю, это моих рук дело. Я не могла смириться с таким положением вещей. И когда тебе пришлось отправиться за этим кольцом, ну, я так устала от того, как с нами обращается Фалкар. Я волновалась о тебе и была зла из-за Виткуна, поэтому я открыто выступила против Фалкара. Он разъярился, когда я сказала ему, что помогла тебе. А когда я пригрозила ему, что доложу обо всем совету магов, я думала, что он вообще убьет меня. Он впал в бешенство. Я не разобрала все, что он вопил, но одно услышала. Он прокричал, что наши дни сочтены. Затем он выбежал наружу. Я даже не знаю, написал ли он рекомендацию тебе. Извини. Я не думала, что все так случится. Наверное, тебе стоит пойти и посмотреть, написал ли он ее. Посмотри в его комнате. Это в жилых помещениях. Если увидишь записку, а может что-нибудь необычное, дай мне знать. Я с радостью отправлю это совету. Ну, понятно. Ты не могла бы наорать на него после того, как бы я рекомендацию получил. Еще увидимся. Ну да, увидимся. Так, колечко, тяжелый нож. Нафиг. Ой. Да давай уже. О, господи. Ну и слонище. Да зачем ты его взял? Ну ладно. Так фиксим, короче. Хотел аккуратно положить. Ох, привет. Какая-то фигня получилась. Нам туда. Уже открыто. Маркер показывает на комод. Ух ты, черенький камень шить душ. И все, да. В комнате фалкара нет никаких следов рекомендательного письма. Но мне попались терные камни душ. Нужно немедленно отнести их детсам. Некромант, что ли? Ну вот, я не знаю. Хороших зелень, но спирать я пока ничего не хочу. Воровать, точнее. Пошли к детсам. Слушаем, что она нам скажет. Салют. Салют. Что это? Черные камни душ? Боги, все хуже, чем я ожидала. Хорошо. Я возьму их у тебя. Они понадобятся мне для доклада совету. Скажи, тебе удалось найти хоть что-нибудь, похожее на рекомендацию? Нет? Тогда я напишу ее сама и приложу к посланию совету. В свете последних обстоятельств, думаю, они найдут их более чем приемлемыми. Ну, спасибо. Еще увидимся. Я думаю, будет достойной главой местного отделения заботиться о своих этих подчиненных. Ну, я сейчас пока не знаю. Она, наверное, не глава еще. Просто коллега. Ну, раз беспокоится так на стажерах, то нормально. Думаю, совет магов выдвинет ее. Давайте свои шмотки заберем. Оп. Так. Что это? Перчатки, топор, даже стрелу заберут. Зачем она мне нафиг нужна? Так, вроде все, да? Полный комплект. Амурлет королей тоже хочу надеть. Амурлет королей выскальзывает из рук, когда вы пытаетесь застегнуть его на своей шее. Ну, фиг с ним. Всего я вытяню. Такой красивый амурлет и поносить нельзя. Так. Ну и что? В следующий город надо отправляться. А следующий город на очереди... Это... Это, 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 это... Это вот... Бравил. А потом Левин. В Бравил мы пойдем от кладбища героев, наверное. Или вообще лучше всего пешком пойти. Я хочу поэкономить денег, потому что они нам еще, думаю, пригодятся. А теперь давайте мы зайдем обратно и поспим. Потому что я не могу отправляться в путешествие в таком состоянии. Да спать хочу. Ну, какая ты уличная, красавица. Так. А где поспать можно? Ну, здесь нет. Я уже, правда, не помню, есть кровать или нет. А вот кровать фантара. А здесь... А, ну вот здесь местные студенты спят. Так, сохранимся. И сколько? Сколько спать? 8-9. Давайте попробуем. Опять 9 часов. Так, вроде все в порядке, да? Да, все хорошо. Так, 10% до уровня и ближе всех у нас дробящее оружие к прогрессу. К окончанию прогресса, точнее. А так все вровень идет. Так вот, только у нас проседают немного параметры. Это колдовство. Нет, атлетика больше всех, потом колдовство. Ладно. Будем помаленечку расти. Потихонечку. На дворе звездная ночь. Так, нам к главным воротам. И, я так думаю, дорога будет долгой. И, возможно, опасной. Но тем лучше. Тем интереснее. Контракт здесь я пока брать не буду. Давайте закончим уже с одной деньгой. Потом возьмемся за другую, если что. Хотя я пока еще не планировал, что будем делать после деньгии магов. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. А, это что? Что-то я не помню такого тут. Голубая креветка. Закрыто пока. Это, наверное, тоже из живых и мертвых. Что-то... Смешное название. Что там может быть? Да. Ты не знаешь, что там может быть? Прочитать или не прочитать? О, какое-то задание активировалось. Так, а много читать-то? Очень много читать. О, работорговцы в Грассвичии Гиннхол и их местонахождение. Ну, давайте прочитаем. Настоящее преступление с солидным наказанием. Так, империя противостоит ему. Стража должна захватывать любого человека, имеющего в работорговле. Назоверение мяса, позорное. Мы намерены остановить незаконно торгового представителями зверорас. Всем, кто желает помочь разведывателям операциям, предписано отправляться в землю южнее реки Серебрянки. Река Пантеры и ее притоки являются излюбленными местами стоянок Арганиан. Имперские легионы-ополченцы Бравила и Чигинхола полагают, что именно на берегах Пантеры данмерские работорговцы наиболее активны. Мы предупреждаем, что многие таящиеся в болотах опасности весьма превосходят даже бандитов-работорговцев. Избегайте руиной лейдов, останков заброшенных фортов и других опасностей в глубине Черного леса. Эти места весьма далеки от цивилизации. В залах этих давно заброшенных мест на где поселиться в районе землиноса, воздержаться к посещению пещер... Так, надеюсь понятно. Так, власти Чигинхола недавно вывесили предупреждение. В нем они обращают внимание на то, что в результате запрета рабства в Бандерфеле Черный рынок работорговли переместился в восточные и южные области Сиронила. Ополчения Чигинхола и Бравила помогают имперскому легиону в их борьбе против преступников-работорговцев. Болото и южные земли являются родиной многих арганьанских племен. Я подозреваю, что именно здесь работорговцы добывают свой товар. Займемся попозже этим. Это мод из ООО. Аскура облиби на верху. Ну, я просто сопрощаюсь на зал, так проще. Где-то где река Пантера и Серебрянка. Так, это река Карбола. Так, Серебряная Рыба. Либинейская Бухта. Вот река Пантера. Ну, где-то... Где-то здесь, наверное, в этой области. Возможно. Потом поищем. Так, сколько время? Четвертый час. Так, нам туда. Нет, нам не туда. Нам прямо, потом налево. Все, отправляемся. На поиски приключений. Стражники катаются. Конечно, с лошадкой было бы побыстрее, но мне денежек не хватает. Приветствую тебя. Не прокатишь. Вот здесь вот я назад сяду. Что такое, гражданин? Да, ничего. Шагаю вот, гуляю. Грибочки собираю. Цветочки. Так. Кто здесь? Здесь. А, бандюк. Косовый бандюк. Уфига себе, косовый. Понятно. Это кому? Да скелет! Дурацкий скелет. Что-то творит-то. Непонятное. Так, чинить нечего, ничем брать не будем. А он в меня целится. А я-то че? Ты дурачок, на тебя вдвое нападают, ты в меня стреляешь. Безобидного мирного гражданина. Так. Меховую террасу подчиним и выкинем. Я, кстати, шмотки не продал, вот эти бархатные наряды. И лук. Чиним все, чиним все. Все, что под руку попадает, то чиним. Отсюда не лук. А ладно, че ты так дышишь-то? Может быть, он так от адреналина дышит? Нахуй, ну что, его так волнуется. Так, может срезать. Так, хорошо срежем. Давайте так и сделаем. Чтобы нам очень долго пилить. Да, красиво. Вид имперского города. Я, кстати, не устанавливал никакие там глобальные текстуры. Улучшение вида и все такое. Потому что хотелось более-менее сохранить оригинальную атмосферу того времени. Вообще игры. То есть, ставил так, по минимуму, каких модов разных. В основном, чтобы не очень скучно было играть. Вот САЕ, ООО. Они больше разнообразят игру, но и вписываются довольно хорошо в него. Так, сюда. Еще интерфейс поменял немножко. С оригинального, как вы могли заметить. Такой темненький теперь стал. Там пару текстурок карт поставил цветных. Цветная карта Сиродила и Дрожащих островов. Ну, все, так больше ничего не ставил. Еще поставил мод на шпиль. Вот, просто крек, который официальным дополнением добавляется в игру. Я поставил мод, который его, как бы, так сказать, допиливает. Там гиперквест есть. На открытие более... Там, короче, на открытие тайных вещей, которые спятаны, сокрыты в этом шпиле. Потом пройдем его. Обязательно. Довольно интересный. А тут так вот с бухты барахта нам дают башню. Пожалуйста, пользуйся. Прямо с начала игры. Вообще много чего дают с начала игры. Там пещеру какую-то. Пещера, по-моему, вообще халявная. Там пришел, и все, вот она твоя. Живи. Башни, конечно, тоже халявные изначально. Но вот с этим модом, который я поставил, будет поинтереснее раскрывать ее тайны. В оригинальном-то добавлении там тайн вообще никаких нет. Башня да башня. Так, подходим к кладбищу героев. Пока безопасно. Зверей нет никакого. Звук такой, как на болотах, слышите? Как будто лягушки квакают еще там на фоне. Сверчки-то понятно, а вот я такой... Кряк-ряк-ряк, как будто по болотам хожу. О, крыска. А крыска нападет. Я чувствую. Может мне самому на нее напасть? Грабящее оружие прокачать. Ну, стой. Вот так. Мясо-крысы возьмем. Они леген. Так, идем дальше. Итак, обливи он вылетел. А между тем, от кладбища героев, к которому мы начали подходить, я уже успел пройти через мост. Здесь на мосту грохнуть одного бандита. И напороться на еще одного бандита в лагере. Я вот подходил к нему, и он у меня вылетел. Потом, когда я начал просматривать свою запись, она у меня прервалась почему-то на том месте, когда мы подходили к кладбищу героев. Вот такие дела. Как вы видите, у меня уже уровень повысился. Успел. Ну, в общем, не очень много прошел, но опять общался с собой как сумасшедший. Надеюсь, таких неприятностей будет поменьше впредь. Так, давайте попробуем еще раз убить этого бандита. Я надеюсь, больше не случится вылета. Папец. Ну, вообще, как-то... Так. Довольно страшновато к тебе подходить. Шмальнет еще в голову. Ох, достал. Ну, слава богу. Я уж думал, если не достану, все, крандец мне. Так, что чинить? Это починим. Так, где? Вот. Так, черт есть. Кушать. Кушанье. Пустой мешочек. И она здесь одна была, что ли, всего? И остальные куда-нибудь ушли добывать. Я вот тут срезать решил немножко. Но так вот прямиком сразу гуравил, чем по дороге шастать. Хотя на дороге безопаснее, но так быстрее будет. А вон, наверное, еще один. Да-да-да. А... Не, может, нет. Это, наверное, волк. Ну да. Отлично. Промазал. Это добрый дядька, что ли? Ты кто? Что такое, гражданин? Весник имперского легиона. Понятно. Впереди какое-то светилище маячит на экране. На радаре. Давайте посетим, посмотрим, чье мухоморчиков собираем. Так, херсин. Это да. Ищущий хвост. Оу. Потом мы к нему вернемся. Так, эффект огня. Это мы читали. Кто-то кого-то мочит по близости. Я думаю, что квесты святилища дайдера мы будем потом отдельно проходить. Все подряд. Как линейку. Гильдию бойцов или гильдию магов. Также мы будем квесты святилища дайдера проходить. Одной линейкой. А вот и огонь. Кто-то пожар устроил тут. Какой-то колдунишка. Кто тут горит-то в нем? Кабанчик левит за кем-то. Бродячий. А вот, наверное, бес поджег. Может быть, бес убил волка, а побежал кабанчик и убил беса и потом убежал. Здесь, кстати, можно огонь затаптывать еще, если удастся. То есть, в него подходишь, просто встаешь и там есть шанс затоптать его, а не поджечь. У меня сейчас, наверное, никогда практически не получалось затоптать его. Всегда загорался, а вот у неписи получается в НПС или в НПЦ. Там вон алтарь какой-то. Сейчас помолимся. Да, блин, кот не мешает. Мяукает под дверью. Так, кто-то кого-то уже лупит. Кабанчика. Так, должно быть сильным, дабы противостоять злу. Молись у моих алтарей в часовнях, чтобы получить мое благословение. Легионеры. Кабан. Пилигрима прибили. Стальной молот. Дорогой, продадим. Так, золото. Посох тоже. Это... Так, так. Пивас. Может, пивасику? Так, за здоровье нашего героя. Хорошо свалено. Привет. Так. Давайте уже на дорогу выйдем. Пойдем, наконец-то, к городу. Так, я в правильную сторону? Да. Я думаю, что если сейчас я получу уровень... Ну, посплю, уровень подниму, то, наверное, смогу уже топор в руку брать. Так. Ого! Несется на меня. О, еле ползет. Вот, сила секиры. Ой, сейчас, погодите чуть-чуть. Я дверь приоткрою, чтобы кот зашел ко мне. Все. Больше не будет врать. Надеюсь. Надеюсь, не будешь? Так, а что? Так, это мы тоже читали. Про воздействие холода. Так. Что холод замедляет, там, все дела. Волки. Ах, ну да. А сколько? Минус 102. Вообще еще есть. Надо поправить. Положение. Давай будем сражаться так. В принципе, ничего сложного. Так, шкуры я уже собирать не буду. Нам бы вообще какие-нибудь шмоточки подороже. Так вот. Можно было, конечно, мясо волка еще взять. Градиент на восстановление здоровья. И, конечно. Спасибо. скелета у меня так и не откатился боюсь уже не откатиться ой а это серьезно мародер марта сколько я понимаю да куда кто-то мне в пузо пульнул когда стрела это мы тоже читали все я без ноги инвалид а там бандита бандиты с мародерами враждуют да вот все блин не могу я бегать чего вы на меня-то всего бы ну-ка может сила чем поможет если восстанавливать да уйди ты нафиг но я не сомневался честно говоря что мне удастся быть тяжелым с такой-то травмой вот иди сначала разберитесь друг с другом а я потом добью нам остатки счеты дурачок то что ли вот как они себя ведут а его там убивают буквально он на меня господи неужели можно быть таким маленьком ладно а ну вот другое дело так сохранимся так у меня шаг и слетает медленно но очень смертоносно давай еще раз ну ты стой на месте так стоп 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 черт вот здесь бы мне как раз очень не помешал навык стрельбы сильное зелье волшебства о как недостаточно магии что это такое было хоть что-то я уж понимаю вот и подожди я вот вырасту стану сильным стильного да болит и меским господи где давай давай не можешь колдовать да за пузо держишься тут дерево не врезал у меня есть шанс пока она такая ничего не умеющая не могущая по башке тебе давай еще господи но ну ты конечно ты будешь бить тогда когда никого нет рядом и вот смотрите ничего не отнялось неграму леньки здоровья задница тебе по твоей разбойничай так вот надо сейчас налета так 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 давай 5 попай 5 назад так ждем пока сможем опять махнуть хорошо ну уже сколько можно хоть паралич бы сейчас не укину так и все и мочить косой косой ну 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 хоть как-нибудь уж не надо со всей силы просто дубасить уже давай 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 пока у нее не перестал живот болеть примите макидиума как нибудь по черепу пути попасть бы со всей силы да блин вот как только она убегает так у меня персонаж все сразу умеет так так это хорошо стал не точно ошеломлен или контужен а теперь он просто стоит и мы вот так так отлично лишь бы он быстро не отошел от этого ну такие звуки вопливали навсегда нравились в игре какая она бронированная это посмотрите а по башке долблю и нифига жалко здесь нет такого локального урона то есть куда прицел смотрит то и повредил как бы уже голову и раз 500 снес бы приходится потихоньку добивать ее дробящее оружие зато качается да господи умри уже наконец-то вемерский кинжал на продажу на починку уже ку прокачали так вот возможно стальное я пока оставлю потому что в прошлый раз когда я мародер одолел я стальное помните оставил их что-то продал но я не посмотрел вот я говорю что они не отличаются броны на самом деле они отличаются видите у стальной брони порог урона 40 а прочность 400 у железный все это меньше то есть стальная получше будет как ни крути вот я оставлю все это вот стальные сапоги мы уже можем носить 20 единиц 200 прочности а есть 15 и 150 так но и вот я не знаю теперь надо что-то выбрасывать ну вот так сойдет так там еще бандит где-то был сейчас я посмотрю если я вообще вспомню где он пал и за на дороге по моему его поджарила уже далеко от места встречи убежали ну вот ручки починить наверно у него будет а глупо чем полин это было надо было ближе подойти к нему о чем я два железных лука и начинил просто так нет чинить нечего очень жаль так сколько нам идти уже на подходе городу ты кто и ты с кем бежишь драться не со мной ли жан-пиер лемонт жан-пиер да и фиг с тобой иди дальше меня это все не касается моя хата с кровью ничего не знаю так нельзя собрать ты чего перегрузился ничего себе смотрите ёкарный бабай но я не знаю вот хороший железный топор уровень 3 ладно выкину что-то у меня веса так уменьшится тоже выкину раз что еще пять веса мне жалко и стальную у тебя ладно возьму это тоже тогда возьму но это уже тогда на то пошло возьму добра его добежим продадимся хотя даже не знаю быстрее надо будет сначала поспать потом продастся потому что я хочу напялить стальную террасу иначе не придется где-то выкладывать пытая давайте просто выброшу день там на земле посплю а потом вернусь за ней чтобы уже надеть ее на себя а железную продам я надеюсь что я смогу наконец-то надевать ее муж не чалые лошади надо еще перышек наварить зелий ну чё стоишь смотришь привет хоть скажи канатоходцы опа на второй канал вот так вот вот как мы умеем впору в цирк идти так сжалься сэр еще брод мне нечего есть ладно еще одна монет спасибо завес да прибудет с тобой благословение стендар так вещички продать здесь ты всегда можешь рассчитывать на честную сделку я не ловен что я могу сделать для тебя принять здесь ты найдешь только качестве барахло и чем я могу заинтересовать себя роботворчество ничего себе но это роба мы такие тряпки не носим так забирай нет жал тоже собирает не предлагать больше так то пора его мы оставляем хорошая цена для хорошего одежда тоже эту продаем превосход думаю это честная сделка так это инвергенты мы их пока не трогаем некачественная жемчужина светящийся посох и шкуру волка это хорошая сделка морозовщита вот это наверно тоже продадим нафиг нам не пригодится ну вот теперь даже когда перышко с нас спадет эффект то мы все равно не будем перегружены так что выпиливать ничего не придется спасибо с тобой приятно иметь дело и с вами тоже мадам приятно удачного тебе дня до свидания так а где можно поспать гильдия магов где гильдия магов мы собственно говоря сюда за ней идем то есть в нее за получением очередной рекомендации это я где ботчик обмахнулся так кроватушке приветствую это производит впечатление я думаю что если кто-то хочет обучиться этому искусству ему стоит обратиться к фатису гильдия высморклась так наверно наверху постели все так сохранимся и прикорнем часиков так на восемь так сила конечно же конечно носливость и интеллект нет хотя скорость плюс 3 было бы побольше но все таки мы колдуне колдунем колдуем так вы начинаете понимать что есть ключ к успеху это лишь вопрос сосредоточенности или сосредоточенности кому как так и что же мы теперь можем носить здесь можем носить ура вот так даже получше смотрится а топорик 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 я понимаю что он конечно по урону меньше но он все таки во первых быстрее машется им видите 1 и 2 здесь 0 и 7 во вторых он травмоопасен очень хотя булава по сути конечно тоже очень травмоопасна так ну и все ура наконец то это мы уже читали про оружие персеркеров когда в прошлый раз у гоблина ржавый топор подобрали но живым живыми нам уйти не получилось ну что ж давайте на сегодня мы на этом и закончим продолжим играть в следующей серии возьмем задание на получение рекомендаций здесь в этой вилле магов и отправимся дальше на поиски приключений большое спасибо что были сегодня со мной ставьте лайки подписывайтесь и всем пока пока пока